СДЕЛАНО В ВЕТКЕ СДЕЛАНО В ВЕТКЕ СДЕЛАНО В ВЕТКЕ С ЛАГЕРЯ УВЕРЕННО ИДЁТ ОДНО ВСЕ ЭТО ПОНИМАЮТ Ну, мы уже говорили, что на руинах Берлин с Эстены спел Пин Флойд, а вся страна вместе с городом Ировым, если не отоваривает талоны, то прилипает к телевизорам, смотря скандальные апартсезды и ночные новости НТВ. Без пропаганды, кстати. Либо невиданные доселе передачи эпитал-шоу и прочее-прочее. Потрясения будут дальше, а пока даёшь год ламбады и девушек в лосинах или легенцах. Тогда в лосинах всё это называлось, да. Ну, а политик, и политик, и она дело такое, она в 90-е всё пронизывает общество, и казалось бы, ничего, Румению. И все думали, там Ельцин, там Горбачёв, где там Пусть. Да не, ничего подобного, и не думали. Вот, например, в 90-м году уже появилась, не видали, замороз новинка под названием ассетный плеер. Я вчера прочитал новость, что эта фирма сейчас возродила производство ассетных плееров. Оказывается, это есть спрос, есть интерес. Ну, туда, правда, сделали блютуз-наушники, чтобы беспроводные, можно слушать. Но ассеты производятся, а сейчас вот и плеер. Стоимость его 83 евро будет, так что спешите заказывать. Следите за курсом евро. Ну, у нас музей ВятГУ, вот у меня там целый ящик, наверное, из 90-х этих лежит плееров ассетных, а тогда была новинка, и вот вошли в моду на брюшные суммы, эти барсет, и никто не знал грамотно их писать, писали барсетка, хотя это борсетка, и рядом цепляли на пояс вот этот плеер, и, ну, сейчас с телефонами идут люди, жуют взгляд пустой, жуют жвачку, и эти уши заткнуты наушниками. Тогда, может, жвач и меньше было, а вот модуль появилась тоже наушник. А почему они еще прижились? Потому что вот до той поры у нас были очень скверные ассеты аудио. Советские назывались они МК-60 или МК-60-1. Они были на 60 минут, то есть одна виниловая пластинка на сторону не могла записаться, не влезала. А в 90-м году от Удэта на город Иров свалилось немеренное счастье, то есть во всех, в каждом захудалом союз печати продавались японские ассеты по 9 рублей. Там был Дэнон, Максвелл, там... Так, пожелаем. Да, все. Казалось, это будет вечно. Казалось, что, оказывается, Польша заказала у Японии огромную партию ассет, но из-за финансового положения не смогла выкупить, и поэтому попросила СССР на излете, что, ну, может, возьмете, взяли и нули в провинцию. Вот люди бросались, упали эти ассеты. Хорошие ассеты были, кстати. Наступала эпоха... Эпоха... Они же 90-минутные были уже. Плееров, да. И, ну, винил тоже уже был. Он на взлете еще 90-й год виниловый, но уже появлялись CD-дис, и уже в ЦУМе продавали в бумажных обложках. Но проигрыватель найти было еще довольно проблематично, сложно, а стоимость была запредельной. Поэтому вот все слушали сеты, стали появляться первые студии записи на сетах. Все вот пользовались судками. Наши выносливые магнитофоны Олимп работали в этих студиях. Это был один из первых видов оперативного бизнеса, доступный такой. То есть ты можешь заказать любую музыку. Вот люди писали. Не было ни интернета, не было там где-то их-то там трейлеров, чтобы скачать. Вот ходили в студию, платили денежки. И в студии ребята там писали круглыми сутками на хорошую аппаратуру и хороший звук. У меня сохранились сеты того времени, они живы, и качество радует, в том числе студийное. Ну вот второе явление. Ну, Ира, раз уж я начал во вступлении в «Прелюдии» или в «Преамбуле», там лучше назвать. Вот, опять же, чтобы не сразу там говорить про талоны, про жизнь нашу, Богу и того времени. Не, про жизнь хочется сказать, что 90-й год, помимо всех прочих талонов, вот, ну, были на сахар, там, на водку, на колбасу, на масло, на все, на все, в 90-м году возникли перебои с табаком, а это общество воспринимало очень болезненно, то есть люди могли там прожить без какого-то сахара и все. Поэтому в 90-м году ввели в Ирове талоны на сигареты. Все, без исключения от 16 лет и старше, получали на месяц два табачных талона. Получал? Получал, конечно. Да, вот, и каждый талон был на пять патча сигарет, то есть на месяц курильщик получал 10 патча, то есть блок, фактически, ну, для курильщика, вот, есть там люди, они по две патчки в день выкуривают, я знаю, до сих пор, хотя избавляетесь люди от этой паутной привычки, вот, вспомните 90-е годы. Поэтому старушки у гастрономов меняли табачные, водочные талоны на колбасные, молочные. Вот был такой бартер. А потом эти же старушки, ну, все равно не хватало даже по талонам сигарет, отстояв там час-полтора, вот, не представляете, что вот по талону зашли в пятерочку нынче и быстренько там отоварились. Это надо было час-полтора отстоять в этот, где табачный отдел, скорее всего, там форточка была, чтобы вот, ну, он с водочным обычно совмещался, куда вот могла там рука с бутылкой там или с пачкой сигарет у продавца просунуться, вот, небольшая форточка, часа-полтора, надо было отстоять и отоварить талоны. Но, тем не менее, не хватало, поэтому продавали одно время даже табак, какой-то лом, сигарный лом под видом трубочного табака. А, это был вообще какой-то противозачаточный табак такой жуткий. Но продавали все вплоть до махворки, слушай. Махворку, да. Махворку, да. Одно время даже сигары были. И вот, интересно, я жил на Терпском проспекте и гулял с собой за ателье на вин, и там был пустырь, и вот лкашины в Абитансском мосте, и они упят что-нибудь по талонам, стакан достанут, распили, и достают по такой гаванской сигаре, и закуривают там в подвороте. Да, были такие гримасы времени. А бабушки быстро сориентировались, поэтому в 90-м году стали продавать табачный сэндхэнд. Вот не поверите, вот, граждане, вы не можете поверить, но это было вот то, кому сейчас за 50, за 60, они точно знают, что это было, это не придумано. Табачный сэндхэнд. То есть продавали, был мешок, и были разномастные урны. И где они брали? Собирали, господи. В офисах там согребали из урны все это. И поэтому вот навес у бабушки... Вот семеч, знаете, продают совком-то, хоп, и тебе высыпают в кулечек. То есть уроч стоил один от пяти до десяти копеек, ну, зарплата 200 рублей была такая уже нормальная. А полулитровая банка бычков стоила один-два рубля. Вот тебе бабушки, или эти, насыплят у тебя там, и эти, беломорканал там, и опал там, и стюардессы, и все-все-все. И ты приходишь... Я помню, что, да, у нас в редакции газеты приходили вот с улечком этих урков, и такая манипуляция на столе. Рассыпали этот табак, рвали эти урки, смешивали, и все обзавелись трубочками-то ими, и все набивали вот эти трубки. А я навострился, закупился бумагой тонкой очень, и просто делал такие красивые самокруточки на карандаше, и потом вот этим вот так урочным табачком их набивал. Да, ну, естественно, патч Аявы или опала стоила 40 эпи. Раньше 35, в 90-м 40 уже. А у спекулянтов... Ну, их просто в продажу спокойно не было. Более у спекулянтов, хочешь не ури, вот тогда надо было бросать. Ну, вот я начал говорить, что у нас образовалась первая постсоветская пресса. До 90-го года были две официальные газеты. Это была «Ировская правда» и «Комсомольская племя». И еще и заняльник эфир. Несмотря на... Ну, это уже там был еще «Вестник пропагандиста» и прочее, которое СМИ можно было назвать с большим натягом. Была-то газета консервативная, традиционная «Ировская правда» и продвинутая, молодежная, несмотря на название «Комсомольская племя». Ну, хотя в 90-м уже вставал вопрос о переименовании. Вот, и поэтому... Но это не была, кстати, инициатива снизу. Это, во-первых, область полком, а во-вторых, этот самый «Ировская» и «Комсомольская племя» захотели иметь свои газеты. Вот, и, видимо, были это организационные моменты, и поэтому ушли часть людей с «Ирправды» и «Комсомольского племени». Они ушли в «Вятский рай». Кстати, они не могли долго разродиться со своим названием, и первая газета у них вышла под шапки «Вслух». То есть, якобы вот на ухне раньше шепотом обсуждали проблемы, а сейчас мы вслух можем говорить. Но, слава богу, не прижилось вот такое нейтральное название «Вятский рай». А вторая, с чем я тебя поздравлял, это была легендарнейшая газета «Выбор». У нас вышли профессиональные журналисты, и пришел практически весь цвет диссидент поэтического клуба «Верлибр». Вот было у нас объединение, причем все это гармонично. И вот с нас фактически и началась постсоветская пресса. Это мы с тобой, Юра Пуля, Боря Семьков, Света Трофимова. Ой, там очень много кого было, сейчас всех уже не вспомнишь, но... Петров, да, Владик, да, очень-очень много делал. В общем, журналисты, которых, ну, я не про себя, но про всех остальных, которые оставили свой, невзирая на ранее отрицательную реакцию вот этих ортодосальных, прокоммунистических работников СМИ, люди все оставили свой след в прессе. Я думаю, со временем это все будет подтверждаться. Ну, я думаю, мы еще в ближайшие годы к этому вернемся, потому что там, конечно, много событий интересных происходило. Газета «Выбор» была нарасхват, она никогда не залеживалась, не задерживалась нигде. Вот, тем не менее, мы делали, хотя порой и шоировали публику, но это надо было по тем временам. Ну, это было нормальное для того времени, такие вещи, когда хотелось попробовать как бы на зуб, а вот можно мы вот это сделаем, и что нам за это будет. Это было просто интересно. Ну, вот сейчас немного от ировского табачного сэндхэнда и талонов приближимся по мировым событиям 90-го года. Что у нас в каком тексте мы звучали. В 90-м году перестает существовать страна ГДР. Кто бы мог подумать еще год назад. А вот интересно гибнуть страны. Ну, в Британии ввели особое налогообложение для замужних женщин, но это обух с ним там. И, кстати, нет, один стал первым чернокожим американцем, избранным на пост мэра Нью-Йорк. Знали бы они, что через 25 лет будет чернокожим у них президент. Ну, наверное, бы не удивились. А вот интересно, в 90-м году в Чили мирным путем, не поверите, еще раз мирным путем, в Чили произошла смена политического курса. То есть проклятого диктатора, эту хунту Пиночета, которую ругали на всех собраниях, начиная от комсомольских школе и заканчивая там долой хунту Пиночета на заводах и на предприятиях. Вот эта хунта добровольно, демократически была переизбрана без вооруженного конфликта, без волнения оппозиции и прочего. Ну, вот операция Microsoft выпустила, люди еще не успели отойти от Чили, я уже про другое, Microsoft выпустила первую операционную систему Windows 3.0. Я вот не уверен, что еще не у всех тут нашей Russia эта операционная программа затерта, хотя она уже не поддерживается, но я уже смутно. Но, по крайней мере, в 90-м году Windows еще практически никто не задействовал. В этом же году Bush, президент США, направил в Саудовскую Аравию, а Нобелевская премия мира была присуждена, вот не поверите кому-то. Михаилу Сергеевичу Горбачеву, да. Да, да, Горбачеву, Нобелевскую премию. Но это был такой пиковый, мне кажется, для Горбачева год, то есть он был безумно популярный. Ну, это еще не самый такой, какой-то факт звучный. В этом же 90-м году и Солженицу была присуждена государственная премия РСФСР за роман Архипелагу Лага. Еще год назад за чтение этого, ну, не год, но два-то года точно. Два года назад, да, точно. Ну, здесь, во-первых, ему же вернули гражданство в 90-м году, то есть он уже стал гражданином СССР. Хотя, я не знаю, спросили ли, хочет он или нет, но ему вернули гражданство, поэтому же гражданину СССР вручили госпремию. И опубликовали, мне помню, статью, которую до сих пор еще иногда вспоминают, как нам обустроить Россию в одной из центральных газет, не помню, возвестили в правде. Империя с СССР гибла, полыхали райны. Ну, в прошлом выпуске мы говорили, что это началось и в 89-м, 90-м. Нельзя не вспомнить, что уначались армянские погромы. Минимум 35 человек были убиты, тысячи домов разграблены, 220 тысяч армян стали беженцами. В том году Азербайджан объявил войну Армении, вот не поверите. — Причем это не Азербайджан, Армения, а Азербайджанская Советская Социалистическая Республика объявила войну Армянской Советской Социалистической Республики. — Ну, вот это примерно, чтобы сейчас вот даже меньше вызовет резонанс в обществе, если бы там Чечня бы и Ингушетия, к примеру, войну бы объявила. Тем не менее, все, центр уже, похоже, не управлял ничем. Тем не менее, были введены войска еще советские, и в народных рабах были введены войска. Ну, это, в общем-то, мало, да, может, меньше кровопролития было, но проблема это не сняла. — Ну, в Баку там все равно, вот войск, он закончился кровопролитием, довольно-таки много было жертв, а вот в Вильнюсе уже меньше, насколько я помню. — И впервые в мире члены Центрального эмитета ПСС проголосовали за отмену монополий иммунистов на политическую власть в СССР. — Это было интересно, потому что я не знаю, насколько это было... За три дня до того, как ЦК КПСС... Причем принял решение сначала ЦК КПСС изменить в Конституции, убрать из Конституции статью. А до этого, за два дня, был огромный митинг в Москве, в котором, кстати, участвовал в том числе Ельцин. И получилось так, что прошел огромный, там, 1200, наверное, участвовало митинг. Через два дня ЦК КПСС сказал «хорошо». Но так как Конституцию-то менять и тогда было сложно, да, не то, что сейчас, сейчас, то чего он встал, Валентина Терешкова, изменили Конституцию. — Отменяли. — А тогда там прошло еще полгода, и где-то только к концу года официально Верховный Совет там, или что там должно было, он эту статью признал недействующей. — Ну вот знали бы эти люди, которые голосовали за отмену монополий иммунистов, что через 30 лет, не знаю, у нас тут монополию этой «Единой России» увечут в Конституции. — Не знаю, пока я еще не ознакомился с этим текстом. — Может, все возвращается. — Ну, в этом же году для нейтрализации сторонних выхода Литвы из состава СССР Советской власти направили в Вильнюсстан. Вот Невзоров там, помню, с автоматом бегал, наши на автомате было напитано, но ничему это не привело. И вот еще раз, вот Эстония и Литва приостановили действия институции СССР на своей территории. Вот взяли и приостановили. — А в этом же году, кстати, и Россия тоже приостановила. — И что сейчас, вот если пусть даже примут, перепишут, поправ и внесут, вот возьмут, вот приспичат, возьмут, отменят. Прецедент есть. — Но тут, видишь, движение шло в другую сторону, потому что после этих всех событий в Прибалтике буквально тоже несколько месяцев прошло, и уже этот наш, как так сказать, съезд народных депутатов, он уже рассмотрел наконец-таки вопрос о том, как правильно должна республика выходить из состава СССР. Был принят закон о выходе из состава СССР, понимаешь? То есть, когда уже стало ясно, что танки никого не удерживают, решили попробовать удерживать. — И только будет много крови, и вот ума хватило остановиться. — Да, да. Вот событие, конечно, шоирующее. Вот трудно поверить, что могло быть таким образом. Оппозиция организовала праздничную демонстрацию, которая привела срыву военного парада на Красной площади в Москве. Вот представьте, оппозиция. Вот да, была оппозиция, было мероприятие. Целый, вот представьте сейчас, кто может остановить военный парад. А в 90-м году незамеченно прошло, вот видимо, столько... Не помню, вот надо посмотреть видео, конечно, и еще почитать подробнее им это образом. Но понятно, конечно, что тогда и милиция, и армия были деморализованы, в них было малосторонний ФПСС, и люди хотели новой жизни. И вот однозначно бросить силовиков на подавление, вот было невозможно. Это могло быть чреватым, что и показали события следующего года. Ну, это уже показали события предыдущих лет и этого года в соседних с нами странах, где армия и полиция, брошенная на разгон демонстрантов, просто переходила на сторону демонстрантов, поэтому как бы повторять этот опыт никому не хотелось. Были и выборы в этом году. Вот Горбачев пытался носовать своих кандидатов, но Ельцин триумфально одержал победу и был избран президентом Российской Федерации. Ну, председатель Верховного Совета Российской Федерации, он когда означился, да, и как раз вот одно из первых его действий было, он объявил суверенитет. Тогда было, не стоит путать вот молодого, раннего Ельцина и испившегося позднего, это две больших разницы. Это было вот как раз наш великий праздник 12 июня, 12 июня Ельцин объявил суверенитет, и то, что на территории Российской Федерации в первую очередь действует закон Российской Федерации, только потом законы Советского Союза. Вот как раз это было 12 июня 1990 года. Ну, и рефреном пробежимся по остальным событиям, патриархам всей Руси после смерти Пимена избрана Леси II. Да, вот прошло 30 лет погиб в автострофе Торцой, и до сих пор эти передачи пытаются, это энспирологические версии, и т.д. и т.п. Еще события года, что помню, я помню, даже вот эта передача, осенью где-то была, злодей и убит православный священник Александр Мень. До сих пор, по-моему, не раскрыты. Ну, тоже мало кто сейчас помнит, что во время демонстрации 7 ноября произошло покушение на Горбачева. Об этом тогда как-то тоже очень тихо говорили, это немножко позже стало шумно уже быть таким. Да, да, было покушение на Горбачева. Это, кстати, это была не демонстрация, это был тоже военный парад, был последний, кстати, военный парад, посвященный 17-му году. Это был 90-й год. Было покушение на Горбачева. По-моему, мы отправились в психушку или от Брежневского. Нет, по-моему, того тоже. Я точно сейчас не могу сказать. Просто когда ты заговорил про вот прессу, я почему еще вспомнил, не забываю, что еще были очень важные события, почему стали возникать вот эти издания, газеты, радиостанции, потому что приняли закон СССР о СМИ, который позволял регистрировать в том числе частные издания, там, организациям. Это такой еще, он недолго существовал, закон. И как раз, кстати, мы сейчас сидим на эхе Москвы, и эхо Москвы возникло тоже в 90-м году. 22 августа была первая программа «Эхо Москвы в Москве». Ну, в этом же году была программа, опять пытались задурить программой перехода рыночной экономии, и 500 дней, которая не была реализована. Но зато была объявлена. Под конец года в Новочеркасске был арестован маньяк Чиатилла. Ну, маньяк не последний оказался в нашей стране. Ну, в этом же году открылся первый в СССР ресторан «Макдональдс». Вот был я в нем, это были ромные очереди, куда стояли, как там сейчас пишут, не за бутербродами, а за свободой, за цивилизованным обслуживанием, за невиданными. Там очереди были больше, чем у нас, за водкой, честно тебе скажу. Особенно первые дни там, ой. Значит, и первые стояли. Ну, вот я летел из Томска, из командиров и в Москве. Я как-то попал, но стоял я полчаса. Вот, дали Big Mark, вот в пластиковой такой коробочке. Ну, в принципе, это хорошо, но особого не произвело. За этим точно не стоило стоять полтора часа. У нас в Нищем Ирове журналисты ездили на базу Бурмакина. Была там база журналистов, которые тихо куда-то продали. Вот, и когда ничего-то не было, все по талонам, то делали бутерброды из черного хлеба и ливерной албасы, заливая это майонезом и запи... в духовке и назывался Сэндвич Биг Бурмак. Биг Бурмак, да, было такое слово. Так, Жень, давай прервемся немножко мы с тобой буквально на рекламу. Ага, вернемся через полтора минуты. Сделано в ветке. Продолжаем наше путешествие в 1990 год. Вот в гостях в нашей программе традиционно Евгений Питунин, историк-краевед, руководитель Музея Авиатского госуниверситета. Жень, просто вот сейчас вспоминали про события 1990 года. Я вспомнил одно, которое меня просто до сих пор смешит. Тогда же был принят наконец-таки официальный закон о курсе рубля к другим валютам. И был установлен курс рубля по отношению к доллару. Сейчас это особо актуально. Вспомнишь, сколько стоил официальный доллар? С чем-то, по-моему. Нет, 1 рубль 80 копеек по закону 1990 года. Да, это был официальный курс для банков, потому что уже начиналось... Кстати, в 90-м году... Рубль 80 стоил доллар. В 90-м году еще не было свободной покупки и продажи валюты. Ее только запустили в 91-м году. Но уже были, видишь, были отношения с другими странами, возникали совместные предприятия, и вот этот обмен должен был происходить гораздо активнее. Поэтому закон принимали. Не только это, потому что умирали и здесь предприятия, и безработица, и там учительство. И, кстати, да, впервые официально признали наличие безработицы в СССР тоже в 90-м году. Наверное, надо было зафиксировать первого советского безработного. А там как-то сразу оказалось 2 миллиона человек безработных, не знаю, кто из них был первым. Ну вот было ощущение, затишье перед бурей. Все знали, что ну не может дальше. Тут все районы горят. Тут все жизнь, уровень жизни падает. Осминен, первый секретарь обкома, ходит по митингам, оправдывается, ему кричат позор-позор, власть теряет рейтинг. Там сторонние и власти разбегаются. И эти инструкторы райкомов партии, мсомола, стараются свинтить куда-нибудь, делали милицию. В кооператив уже вовсю. Ну, кто куда, кто кого там была. Но, тем не менее, в 90-м году второе и последнее дыхание получил вещевой рынок Чижи. Сейчас уже застроили, сейчас уже не найти эту площадку. Еще не было такого масштабного челночного движения, но от нищеты и от плохой жизни уже первые, РОП и еще и самые дальновидные ировчане ездили в Польшу с бартером, меняли советские утюги, фотоаппараты, и груш, и радиоприемники, и даже водку, косметику и одежду. А другой поток был в Турцию. То есть уже, как бы, видимо, можно было ездить. И там, хоть и визовая, наверное, было туда у них проникновение по визам, но, тем не менее, вот, и из Турции тоже кое-что могли привозить. То и называли наших челночков Олега. Олега, он тролл, он тролл. Вот все везли у них, там и грушки, и в Турции все. Вот, это уже в следующем году снимут все ограничения, и ручье шмота превратится в настоящий поток. Ну, вот первые челны, и, ну, не было еще вот возможности куда-то, там, где-то свой какой-то ларел-магазин, это очень сложно, начали появляться, но в чижах в основном по традиции. Вот тогда вот в моду в 90-м стали входить первые турецкие, эти кожаные куртки, кожа, говорили, ну, там, раньше без джинс, там, что за вид, ты без джинсы инвалид, сейчас тебе говорят, ну, что ты, что, ни кожи, ни рожи, ничего нету, имею в виду, уже бейсбол и стали, не было, вот в СССР не было бейсбола, сейчас вроде они были всегда. Стали появляться спортивные эстюмы, повседневная одежда. Вот эти вот мемы, да, сидят там, брателлы на орточках, и в эстюмах с полосками, и уряд вот это вот первое. Ну, эти так называемые треники с вытянутыми коленками, которые тоже таким мемом стали в 90-х годах. Ну, это уже у пенсионеров. И в 90-м году появились первые малиновые пиджи, и еще не униформа, появившихся вскоре новых русских, еще не было их там. А вот уже, так вот, мода была, там доставали, шили, они были дворными. Вот я поддался искушению, вроде было, а потом, да нет, нет, не буду. А Путина был, даже фотографии есть, он несет чемоданчик за сапчаком и малиновым пиджи. А у женщин тоже появилась в 90-м году новая мода, которая вообще вытеснила приевшиеся за последние десятилетия джинсы. Эти джинсы и варили там, но только они протирали дыры в них там, и клешами носили, и дудками, и в обтяжку. А вот в 90-м году удар такой, и лосины у женщин потеснили эти джинсы. Лосины или леггинсы там. В лосинах ходили всюду, на работу, в театре, в рестораны, носили их и с юбками, и без юбок. Вот то, что там за бугром, это была униформа женщин, а у нас наше все сказал, это он, женщин с пониженной социальной ответственностью. Это никого не волновало. Но было эти вот, было в 90-м году изобилие зеленых там, леопардовых, их-то ножи, которые ходили по городу. Всех цветов и оттенков, с переливами еще. Вся и вся. Было два бума, это были, почему-то, мода была, розовые штаны. Вот, то есть, весь город в одной, это позднее, в розовых штанах, а потом в бежевых штанах. Две волны, но они белые были, они, вот, на фоне этих вот. Эти вся попса, вся скала по сценам в этих же лосинах тут, другом, по-моему, даже чуть ли не Ир-Оров стоял, где-то там тоже на сцене, в каких-то лосинах с бляшками, в общем. Ну, как там, дайду о возможность помолиться. Если, например, в Москве носили клеши там 25 сантиметров, то где-нибудь в провинции 35, а в деревне там 40, их-то 40. Вот так, что с этими легенсами. Причем носились-то ими телесами. Я понимаю, там, да, стройная фигура достойна этих легенсов, но там в Тис-Иволис-Иволис все. В Тис-Иволис все. Все, да. Ну, еще 90-й год, это эпоха видео, это бум-видео. Это были первые самые несчастные, наверное, люди, потому что спать им было некогда. Видеомагнитофон в 90-м году стоил столь же, сколь подержанная машина-опейка, к примеру. Это 2-3 тысячи. Но машину покупать не было ни автосервиса, ни запчастей, ни возможности. Видео это было престижно. Да и в Бердином постоянно перебои были. Это было даже, там, это Шуфутин спел в ту пору, там, Тач и Шмот, и из АТО на видеомагнитофон, и Ах, как было Лёва той весной. И вот что надо было человеку для счастья. И поэтому в 90-м году покупали даже не магнитофон, а сетный видеоплеер на троих, на четверых. И вот неделю ты, неделю следующую, неделю там у даты доставали. Стали появляться первые видеопрокаты. Они десятилетия продержались. Люди брали эти затерты, и все уже порой подрастянуты сеты. Интересно это было перемотать обратно на начало, если ты не перематываешь, с тебя взымали штраф, когда сдаешь. Но их было мало, в основном у друга брали. И вот почему несчастный? Потому что ты принес, например, там, танцы с волками, или с Эстнером, помните, или «Один дома», или «Молчание ягнят», это вот хиты. Это уже было в том году. Хиты года. Ты посмотрел, порадовался. Потом тебе тут же друзья пришли. Ты уже смотрел, но, ну, не показать друзьям, ты смотришь с ними второй раз. Потом еще кто-то пришел, узнал, что у тебя есть. Или, например, ты взял, а тебе завтра надо отдавать, потому что дали на одну ночь. И ты спишь там 2-3 часа и идешь на работу. А всю ночь, вот, ну, конечно, вот и шедевр... Ну, масса была, вся шелухи, но шедевры, вот они впервые мирового кинематографа стали доступны. Конечно, народ бешеный дорвался. И до порнухи смотрели все эти Эммануэль там. И это, что там еще у нас было? Ой, да там все эти дикие орхидеи, там я уже не помню. Там много всего было, да. Какая-то смоковница греческая. Греческая, да-да-да. Я вот сейчас не помню всего этого. Ну, и была хорошая музыка. Вот, если уж такой луч света в это темное царство 90-го года, то Стиляги из Москвы вышел, виниловый диск группы «Браво» и даже «Лоза», который еще не ретиковал «Рунстонс», а спел за то свой знаменитый плод. Плод, да. Амуромов, странную женщину. Вот, а в телевизоре не вылезал с Ранов любимец Ировского, мэра Анжелия Михеева. Кто? Олег Газванов со своей песней «Эскадрон». А главное, что вот и жили в лосинах там и с табачным секонд-хендом, но был просвет, была вера в будущее, а это очень много значит, когда вот надеялись, что что-то вот поменяется, все равно все куда-то идет и не знали, что... Ну, на самом деле, куда-то шло, понимаешь, не могли понять. Ты правильно заметил, что уже было понятно, что к чему-то это придет, потому что что вот говорить про окраины, что говорить про постоянные вот эти противопоставления Ельцина и Горбачева, где был явный конфликт, да, и он к чему-то должен был прийти, вот. Все эти законы там о суверенитетах, там, о выходах, все шло к чему-то, и плюс все глядели на ближнюю заграницу, да, то есть ты правильно заметил, 3 октября не стало ГДР официально, стала одна ФРГ. Это был праздник, хороший для всей Европы, да. Все заборы пропадали, все границы пропадали, все страны меняли название, убирали слово народное, убирали слово социалистическое, оставили просто там Венгерская республика, Румынская республика, понимаешь, Польская республика. Деятельность Компартии запрещалась в соседних странах. Было ожидание, было... Было понятно, куда это идет примерно, но всем было интересно, как это будет у нас. И в следующем году уже все это частично разродилось. А, там, что у нас было? Шмар на улице Язов, и забил заряд Явтушку. Бога, да, но опять же, в следующем году, у нас пока еще время есть, не забывая, что, опять же, Янаев стал вице-президентом, да, один тоже ведь из участников, он стал как раз вице-президентом, в 90-м году был избран, там, где их там избирали, не помню, на съезде, или где у нас эти выборы-то были, на съезде народных депутатов, да, Горбачева избрали президентом, а потом ему избрали вице-президента, причем явного такого оппонента идеологического, да, видимо, чтобы какой-то контроль над ним был. А вот в целом-то хорошо было? Или мы были на 30 лет моложе? Нет, ну, во-первых, были молоды, ну что, тебе было 32, у меня 31, да, то есть вот мы, плюс к тому, не забывай, когда мы пришли в ту же газету «Выбор», да, вот, работать, ну, я позже к тебе пришел просто уже, потому что я вообще-то собирался с авиатским наблюдателем работать в этот год, я бросил всю свою работу. Но наблюдатель еще был желтый листок. Я даже написал несколько текстов, но оказалось, что он пока не выходит. Эти тексты попали в «Выбор», а там был конкурс, объявлен, да, там, пишите нам, пишите. И меня, знаете, просто Борис Лукова позвонил. Не, ну, хорошо, работали наблюдатели. Желтый не в смысле там, желтая пресса, а на желтой бумаге. Потому что и Сергей Бочинин, кстати, и Наташа Кузнецова, мы же все работали в «Выборе», там еще очень довольны, типа, мы даже до весны 91-го года они были с нами, пока у них не наладилось уже от выпуска собственного приглашения. Ну, наблюдатель, они работали на балконе вначале, в квартире еще этого, и вот там даже тот и писал статьи на балконе и в квартире, а потом у них был офис, вот, где у нас сейчас Мусееве от ГАУ, нынешний инженериум, причем это была, это посудомоечная от буфета, вот они там, был офис, а сбоку-то и не убраны эти чины для мытья посуды. В этом плане у нас было забавное положение, потому что мы-то сидели в горосполкоме, помнишь, по соседству с Николаем Михайловичем Липатниковым, как бы, да, кабинет в кабинет, а с другой стороны, как бы, там же, как бы, жил гостиница советская, а не советский человек, да, вот, примерно то же самое у нас было. Я впервые присутствовал на совещаниях при мэре Анжелии Михайловича, на совещаниях Думы, еще помню, там, а кто тут представитель прессы, вот я вставал, я, Михайлович, ну, ладно, сидите, сидите. Между прочим, вот тоже стоит отметить, там, как потом, не говори ни про Анжелию Михайловича, ни про Николая Михайловича, они всегда добивались того, чтобы мы присутствовали, мы были открыты, даже когда я еще был несуществующий, я представлял несуществующий наблюдатель, пришел на заседание совета, он сказал, так, все, заходи, садись, будешь здесь, здесь обязательно все будет. То есть сейчас, наоборот, стараются, это какие-то аккредитации вести, что-то еще. Нам казалось, мы бы на своем месте, мы любили работу свою, мы бы влияли на умы, там, делали историю, а в это же время это мутные личности скупали, там, это вагоны с сахаром гоняли их куда-то, что-то продавали, и все это казалось, ну, таким плебейским занятием, что продавали квартиры, скупали вагоны, и вот этот первичный эпитал, и прошло какое-то время, и потом раз, казалось в газете бухгалтера главный, а эти вот эти мутные личности, которые спекулировали с сахаром, они тут же вспухли, напялили эти малиновые пиджи, и стали гнуть пальцы, и покупать эти же газеты с орнем, там. Ну, это было уже чуть-чуть все-таки позже, до этого мы тоже с тобой дойдем. А сегодня мы, да, об этом мы сегодня 90-й год закончим. Напомню, что в гостях был у нас Евгений Питунин, историк-краевед, руководитель музея Вятгу. Спасибо, Жень, до новых встреч. До встречи в путчевом 91-м году. Сделано в ветке. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»